Мои дорогие фейсбилдеры, здравствуйте! С вами я Евгения Баклык. Очень часто вы задаете мне вопрос, если я буду делать то или иное упражнение, будет ли от этого вред? Хочу вам ответить в общем, чтобы вы для себя сформировали понимание, как работают мышцы, и тогда вы сами сможете определять, какое упражнение будет для вас полезно, а какое может быть вредоносно. Итак, хочу вам напомнить, что мышцы лица у нас имеют только одно жесткое крепление. Что это значит? Проведу вам параллель с мышцами на теле. Скелетные мышцы, так они называются, имеют все два жестких крепления. Это означает, что мышца, вообразите, любая мышца крепится одним концом кости и другим концом кости. Возьмем, к примеру, бицепс. Он крепится к кости здесь и здесь. Когда он сокращается, в движение приходит кость, таким образом сгибается рука. Так действуют все мышцы на теле. Мышцы на лице крепятся только одним концом кости. И, например, возьмем скуловую мышцу. Она прикрепляется здесь к кости и своим другим концом она вплетается в кожу и в другие соседние мышцы. Таким образом, когда мышца сокращается, она будет двигать участок кожи, а не кости, как это происходит на теле. Например, если я напрягаю скуловую мышцу, движение будет примерно вот такое. Вы видите, что получается залом на коже. Это есть наша повседневная мимика. Поэтому, когда вы выполняете какое-то упражнение и видите, что появляются на лице какие-то новые морщины, знайте 100%, что это упражнение неправильно. Все упражнения в моей методике выполняются обязательно с фиксацией точки мягкого крепления. То есть, опять, если мы берем, к примеру, скуловую мышцу, то там, где она вплетается в кожу и другие соседние мышцы, мы прижимаем рукой. И только тогда мы начинаем мышцу напрягать. Таким образом, вы видите, что мышца работает, но кожа, как было вначале, уже здесь не морщится. Значит, упражнение безопасное. Поэтому, когда вы спрашиваете меня, если я буду там, например, губы делать в трубочку или там дуть через губы, их напрягая, не будет ли для меня это вредно, то знайте, что вредно будет, потому что будут появляться заломы. Так что запомнили правило. Упражнение безопасно тогда, когда при выполнении не формируется ни одной дополнительной морщинки на коже. Будьте бдительны, когда работаете со своим лицом.